Вы, наверное, видели копию моего письма, обращение к Украине, да? И формулировка вопросов там достаточно ясно стоит. Мы просим сейчас научное сообщество, экспертное сообщество России дать заключение и оценку проекта, и, скажу искровенно, не нашего проекта. Еще раз повторюсь, он в основе своей берет тот советский опыт, когда Сарпинская низменность должна была как раз использовать весь водоресурс в Ловском бассейне. И мы вот задаем вопрос и поставили вопрос, достаточно ясно и четко. Мы же не говорим сейчас о выделении средств, мы не говорим о том, что у нас этот проект готовый. Мы спрашиваем сегодня экспертное сообщество России, в том числе Министерство природы, ваши силы, я поздравляю вами, возможно ли вернуться вот к этому старому проекту. Предварительно, вы тоже, наверное, видели, три бассейновых управления дали свою достаточно позитивную и положительную оценку. Я, конечно же, понимаю, что и вы сейчас мне впрямую не сможете ответить, но я говорю про подход, взять то старое, хорошее, забытое, но тогда ведь целые институты проектные работали, причем какие, над решение проблемой водоснабжения Севера и Центра Республики. Проектная идея, она может быть реализована и решена. В этом я не вижу никаких проблем. Сохранились и силы, и проектировщики еще есть, и понимание есть того, как это решается. Сегодня от нас, как я понимаю, требует Министерство обоснование необходимости этих решений. Действительно ли потребности в воде таковы, что нужно делать капитальное вложение в полную глобальную модернизацию всей системы водоподачи таковой, и в зависимости от тех потребностей, которые будут нам сформулированы в перспективном виде, решать другие пути водоподачи. Почему бы не использовать опыт советских времен? Почему бы его нельзя использовать? Можно, наверное, только надо понимать, что в те нормы проектирования были в других условиях. Сегодня куда более жесткие экологические условия, куда более жесткие требования к экономике, к ресурсному обеспечению. Мы не можем просто так выделять ресурсы без оценки эффективности его использования. И вы, наверное, не примете это решение, если будет ясно, что 80% воды пойдет на заболачивание, на засоление, на подтопление территории. Ясно, что это неэффективная задача. И сегодня, извините, я повторяю, что вот Центр водохозяйственный заказывает целый ряд научных работ, которые позволяют оценивать миллеративные проекты с точки зрения оптимальности использования водных ресурсов, и подтопления территорий, и экологические последствия для разнообразных сообществ живых, и с точки зрения главной оптимизации всего вот этого механизма управления сельскохозяйственным полем. Оно должно управляться как техническая система с пониманием всех компонентов. Чтобы это не было на глазовку, взяли, открыли заслонку и полили. Чтобы было совершенно четко компетизировано, компетизировано, не очень дорогая система. Мы же исходили из комплексного подхода к решению проблемы водоснабжения Камутии и Севера, в частности. Первое. Это снижение угрозы затопления зомб в низомих волны. Это другая задача. В низомих, так же, как и в нижних депах многих других водохранилищ, ведется незаконная, извините, с точки зрения технических нормативов, застройка затапливаемых территорий. И там вот последние пять маловодных лет, 13-й год был только более-менее многоводный, мы наоборот наблюдаем там ситуацию с низким стоком на Волге. И поэтому народ расслабляется, извините такое слово, начинает идти и покойные к ближайку едут, приходит и многоводный год, мы имеем колоссальные проблемы, когда правительство должно выселять, переселять народ и выкладывать какие-то дополнительные деньги, и все это доставляет ситуацию быть какой-то нервной. На регулирование стока, я вам по-прежнему повторяю, изъятие двух или даже пяти публических километров стока не скажется никак. Отрицательного вреда... Отрицательного нет, а положительный эффект? Небольшой, незначительный. Это вот примерно так же, если не для прессы, Вадим Владимирович рассказывает, что будет положительный эффект от строительства Нижнебурейской ГЭС на Амуре. Она вообще не предназначена для противополудочного регулирования, а как режим компенсаторов в Бурейской ГЭС работает. Ну, конечно, там блошиный укус какой-то будет для Амура, и не более того, но противополудочного эффекта от этого не будет никакого, это точно. Да, мы забьем пять публических километров, но когда мы через каскад пропускаем 120 в средние нормальные годы, мы же не можем делать защитные сооружения, ориентируясь на какой-то конкретный год. Мы защитные сооружения ориентируемся на многоводный высокий год. На, как вы знаете, на листечность один раз в 100 лет, на 1% защищаются городские территории, и в соответствии с новыми постановлениями правительства, уже там, извините, там блоши уже нас трясут, чтобы вы начинали думать над методическим обеспечением вот этих задач. Ну, то есть, если так вот резюмировать пока производительную часть нашей беседы, теоретически вы предполагаете, что, во-первых, возврат к старому проекту водоснабжение Северного центральной части Калмыкии, он возможен на основе того, что было. Возможно, конечно. Второе. Тот водозабор, который предполагается использовать, как мы сказали, да, там, ну, 1, 2, 3, 5 километров, он не сказывается на последствиях Волги, или там где-то еще. Тоже так, я понимаю? Да, один, два, если не вопрос. С пределом точности оценки водных. Понял. Третье. Ну, там, конечно, вы продолжите работать, мы только начинаем, так скажем, путь. Третье. Что касается экологической безопасности и разрушения, или нарушения какого-то баланса сложившегося биосферы, я так понимаю, тоже до сегодняшнего дня особо вы не предвидите, как я... Здесь, извините, другая теория, как вы, чё, знаете. Мы считаем, что в результате создания Волгоградского каскада на Нижней Волге создались новые измененные условия. И менять их сейчас куда-то, они же ведь не за день создаются, не десятилетиями создаются, природа приспосабливается к чему-то. Да, сократились дубровы, Волгоградский поймы, поскольку поймы не заливаются уже высоко, и дубам на высоких участках уже плохие условия. Да, у них там произошло... Да, у них там произошло... Волгоградское водохранилище становилось... По-моему, в 61-м году или в 59-м... В 50-х годах. В 50-х годах заполнили его последние. А Грессова? Тут главное, я извиняюсь, но главное, когда было кубоческое водохранилище, сделано, поскольку она основной регулятор всего. А у этих водохранилищ собственной емкости полезной практически нет. Все регулировали. Они просто на напоре энергии вырабатывают. А емкость там нет. А Куйбышевская это еще до военного? Куйбышевская нет, послевоенная. Газ это примерно в 58-м или 62-м год. Где-то примерно так это было сделано.